Первая глава. Основные вопросы. Вопрос номер 68. Что такое куфр? Ответ на этот вопрос. Раббул Алямин говорит, «Кад кафартум баада иманикум». Поистине, вы совершили куфр после вашего имана. Ат-Тауба 66. Этот аят указывает на то, что куфр на самом деле противоположен антонам для имана. Куфр на самом деле «ибри», то есть еврейский язык. Переводится «ламарт» – «рест». Значит, куфр – это дела, которые ломают иман человека. Куфр – это дела, которые аннулируют, портят иман человека. Поэтому куфр – это та дела, которая выводит человека из ислама. На самом деле, 39 выше есть, которые выводят человека из ислама, аннулируют иман, портят иман. Если человек совершит одно дело из этих, то он становится кафиром. Номер один. Инкар. То, что доказано из Откровения, не проявляет убежденность, не верит в этом, отрицает, отказаться. Номер два. Джухуд. Ислам или что-то из Ислама не принимать. Джухуд – это когда человек признает, что Ислам – истинный дин, но он его не принимает. Он не считает, что это его дин. Номер три. Шак. Сомнения. То, что доказано из Откровения, проявляет сомнение, является куф. И это сомнение выводит человека из Ислама. Номер четыре. Нефа'к. Лецимир. Нефа'к – это когда человек показывает Ислам, а внутри в него куф. Человек, который говорит нефа'к, он является мунафик, то есть лицимир. То есть человек, который говорит, что он мусульманин, и на самом деле он не мусульманин. Номер пять. Токзим. Считать Откровения лёж. Обвинять Откровения в лжи. Или Пророка в лжи. Человек, который получает Откровения, он называется Наби. Убивать Наби является куф. Номер шесть. Иатирад. То есть возражение. Возражать деяния Аллаха, Откровения Аллаха, Дин Аллаха является куф. Номер восемь. Ненависть. Проявлять ненависть по отношению к Исламу является куф. Номер девять. Любить куфр. Номер десять. Иханату л-вахь. То есть унижать Откровения. Издаваться над Откровения. Номер одиннадцать. Саббуль Ислам. То есть оскорблять Ислам. Номер двенадцать. Мухалифату л-Ислам. То есть противостоять Ислам. Номер тринадцать. Помогать против Ислама тем, кто сражается против Ислама. Номер четырнадцать. Аль-казибу Аллахи. Ложь говорит на Аллах. Наговаривать на Аллах. Сказать, что такое-то вещь доказана из Откровения, когда она не будет доказана из Откровения. Номер пятнадцать. Китма. Скрывать Откровения. Номер шестнадцать. Тальбис. Обманывать в религии. В Дин. Номер семнадцать. Тахриф и Тагьир. То есть искажать и менять Дин. Номер восемнадцать. Беда. То есть ввести в Дин то, что не доказано из Откровения. Номер девятнадцать. Таклид. То есть принимать без довода что-то в религии. Номер двадцать. Ирад. Игенерировать Ислам. Не изучать Ислам и не действовать по Исламу. Двадцать один. Такфируль мусульми. То есть кафир говорит на мусульман. Двадцать два. Вражда с подвижниками в Дин. И разногласить с ними. Двадцать три. Таркус салат. Оставление салат. Оставление молитв полностью. Двадцать четыре. Сех. То есть колдовства. Двадцать пять. Не проявлять убежденность и упование на Аллаха. Двадцать шесть. Вообще не любить Аллаха. Двадцать семь. Вообще не бояться Аллаха. Двадцать восемь. Вообще не уважать Аллаха. Двадцать девять. Полностью не надеться у Аллаха. Тридцать. Предаваться товарищу Аллаху в его заат, в его личности. Тридцать один. Предаваться товарищу Аллаху в его сифат, в его качестве. Тридцать два. Предаваться товарищу Аллаху в его аф'ал, в его деянии. Тридцать три. Любить какого-то человека или какой-то вещи Наравни Аллаха Так как надо любить Аллаха 34 Бояться чего-то или кого-то Так как надо бояться Аллаха 35 Уважать чего-то или кого-то Так как надо уважать Аллаха 36 Проявлять надежду у кого-то или чего-то Так как надо проявлять надежду в Аллах 37 Подчиняться кому-то так, как нужно подчиняться Аллаху 38 Просить дуа у кого-то помимо Аллаха. 39. Уповать на чего-то помимо Аллаха.